Каждое украшение, каждая елочная игрушка и гирлянда подбирались с особой тщательностью. Как говорят сотрудники парка, им очень хотелось сделать новогоднее украшение неповторимым и совершенным. Ярким акцентом являются наши аллеи живых елочек. Они у нас с корневой системой, густые, красивые. Мы им придадим вторую жизнь, мы затем их высадим, пополним дирологическую коллекцию нашего парка. И всех жителей мы призываем тоже использовать именно живые елочки, не срубать. Также мы украшаем апельсинами, которые нас относят к герою нашего детства Чебурашки. Добродушного персонажа с большими ушами можно встретить в различных местах парка. Он сидит под елкой и охраняет новогодние подарки. Палочки ароматной корицы и цитрусовые дольки стали главными нотками праздника. Ими в этом году украшены все хвойные деревья в ривьере. Красно-золотые шары дополняют новогодние убранства. Гирлянды подарят атмосферу уюта и тепла холодным вечером. А пока гости парка согревают друг друга своими улыбками и добрыми словами. Нас сразу поразило то, что вот это вот пальмы, зелень, вот это вечное зеленое деревье. У нас заснеженность, сугробы, ну этот контраст погоды, он очень влияет на положительные эмоции. И вот мы своей семьей их получаем в вашем парке. А вот, кстати, и главная пальма курорта. Находится она в самом центре парка. Украшением дерева стали уже знакомые апельсины. Удивительное сплетение контрастов отметила и гостья из Таганрога. Очень красиво, все так украшено по-новогоднему. Вроде тропики, а в то же время такое новогоднее настроение создается. Особенную атмосферу создают мастера, чьи произведения ручной работы могут стать замечательным подарком для близкого человека. На праздничной ярмарке представлены изделия, выполненные своими руками. Это различные елочные игрушки, сделанные из дерева и выполненные в технике макрамея. Это стилизованные под советские времена рождественские открытки. Это различные венки, а также подсвечники. Волшебная карусель, словно сошедшая со страниц книги сказок, закружит посетителей парка. А музыка сделает путешествие еще интереснее. С 27 декабря по 8 января жители и гости курорта смогут насладиться яркой анимацией, детскими мастер-классами и шоу-программой. В рельере откроется резиденция Деда Мороза и Хаски-центр. А уже сегодня каждый сможет открыть для себя волшебство новогодних чудес, гуляя не только по аллеям этого парка, но и любой центральной улицы Сочи. В городе, где нет снежной зимы, уже есть новогодние настроения. Во всех районах украшены елки и развешенная иллюминация. На эти огоньки, подобно мотылькам, уже слетаются первые туристы, которые приняли решение провести новогодние каникулы в Сочи. По прогнозам, в праздничные дни город примет около 300 тысяч гостей. Валерия Асачи, Дмитрий Говорков, Время новостей.